858 хадиса на Бигурай ратану Расулу Сумхали. Абу Гурай рассказывал, посланник Аллаху Сумхалю, Ярхам Калах, «Юбая ураджуим байна руким валь макам». То есть будут такие времена, когда кто-то начнет давать присягу человеку между рукном и макам, макам, макаму Ибрагим. То есть будет стоять человек, и люди будут давать ему присягу. По Аракалуфикуму здесь речь идет о человеке, которого будут называть Маде, который придет в конце света. И как обращают внимание в Аракалуфикуму некоторые ученые, то, что в этом хадисе указание на распространение сунны пророка Саусам в эти времена. Почему? Посмотрите, в наши времена в Аракалуфикуму, даже если скажем, самые близкие по духу страны друг друга, как, например, страны Персидского залива, Кувейт, Эмираты, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия. Если, в Аракалуфикум, кто-то предпримет попытку взять и объединить эти страны, под что под одного правителя, у них ничего не получится. В Аракалуфикум, правильно или нет? Потому что внутри каждой из этих стран есть огромное количество тех, кто хочет завладеть там и так далее и там подобное. А в этот же момент все единогласные придут и начнут ему давать присягу. Видите? И это указание, Баракалуфикум, на распространение сунны пророка Саусам и на принятие этих постановлений от пророка Сааллаху алейхи вассалям. Дальше пророк Сааллаху алейхи вассалям сказал, «Валян ястахилляхата альбайта иляхлюх». И говорит, сделают дозволенным, то есть начнут делать то, что запрещено в храме делать, сами мусульмане, сказал пророк Сааллаху алейхи вассалям, «И когда они сделают себе дозволенным делать в храме то, что запрещено, то уже не спрашивая о гибели арабов». Потом появятся эфиопцы, «И который разрушит Каабу так, что после этого она не восстановится». Они являются теми, кто извлекут оттуда, то есть из Каабы, ее сокровища. Аллаху алим, что подразумевается под сокровищем? Может быть под Каабой есть какие-то сокровища, еще со времен джагили и так далее и тому подобное. Может быть речь идет об этом, может быть о чем-то другом и так далее и тому подобное. Но факт баракалуфикум, если посмотреть на этот хадис, то есть не дозволят, не сделают дозволенным в этом доме то, что является запретным. Никто, кроме тех, кто сам является, как говорится, приверженцем этого дома, или же мусульманин. В этом указании баракалуфикум на то, что с ученым алисуна, первый, кто будет бороться, такой же, как и он, то есть из числа ислама. Запомните, никогда, братья, в истории ислама, если посмотреть на всю историю ислама, никто так не боролся, братья баракалуфикум, с людьми. Наистине, кроме тех, кто себя позиционировал, что они на этом сам. Начиная со времен проксусом. Кто больше всех усилий вложился в борьбу с проксусом? Мунафики. Мунафики позиционировали себя как кто? Как мусульмане, правильно? Они себя позиционировали как кто? Как рафидиты? Как суфисты мунафики? Нет, как саляфиты. Мунафики себя позиционировали, они тоже бородой, они тоже как ла вах бар, Амин, руки направо-налево, на грудь, короткие штаны, правильно, Аллах фис-сама, и тогда. А все они говорили, как сахабы, но субханам при этом объявили пророку, салаллаху алейсаляму, войну. И при первом удобном случае пытались ему навредить. И поэтому неудивительно в наше время, что есть кто-то, кто называет себя саляфитом из-за ахли-сунна, и будет вредить бар-клафикум тому, кто призывает, тому, к чему призывал пророк, салаллаху алейсаляму. При этом сами не будут призывать к судне пророка, салаллаху алейсаляму, и это отличительная черта мунафика. То есть, если ты хочешь увидеть мунафика, вот в наше время много же кто говорит это. Если ты увидишь человек, который говорит, что есть саляфит ахли-сунна, и при этом у него нет усердия в распространении сунны и проксоса, но он плохо говорит про ахли-сунна, это 100% мунафик, даже не сомневайся. Это 100% мунафик, даже сомневайся. И я когда говорю про эти слова, это не для того, чтобы судить людей, это для того, чтобы мы ни во что подобное не попадали в лагуал.